Дорогие телезрители из всех лучших городов нашей страны, если вы не попали в город Санкт-Петербург на очередной вернисаж, не расстраивайтесь, в нашей передаче вы увидите все самое интересное, что происходит в городе. В письмах, которые идут к нам на шабловку 37, вы спрашиваете, но как все-таки самим начать творить? Как перестать быть обреченными после апокалипсиса потребителями? Как нам распрощаться с нашим закоренелым барнаульством или, например, вятством? Отвечаем. Нужно познакомиться с современным художником, настоящим, гениальным, живым, таким как Андрей Сикорский. Нужно посмотреть в его глаза, если они позволяют, если окуляры... Нет, пока не вижу ничего в глазах. Нужно задать ему вопрос. Как же, Андрей, вам удалось стать художником? Вы же не родились им? Так как? Вот так. Вот именно так, а не иначе, становятся современными художниками. Мне кажется, я стимпанком начал заниматься после того, как меня оса укусило. Я ехал на велосипеде, и вдруг что-то упало за шиворот, и такая боль, как будто раскаленная иглой. И примерно через несколько дней я подумал, а почему мне не сделать какую-нибудь штукенцию в этом стиле? Я даже, в общем, не знал, что это называется стимпанком. Первой вещью был паровозик, а матрешка, по-моему, пятая в этой череде. Стимпанк – это такое альтернативное направление фантастики, которое предполагает, что мир остановился на технологиях времен викторианского периода. То есть, когда в Англии было развитие технологий. Это все шестереночки, моторы, механика всякая. То, что облегчало станки, то, что облегчало человеку жизнь. Но дальше, если даже это компьютер, то в этом мире он какой-нибудь паровой, шестеренчатый. Он какой-нибудь не на электричестве даже, а не на технологиях электрических основанный. Существует целый пласт людей, которые этим увлекаются. От косплейщиков, которые одевают, вот как мы с вами, эти наряды. Но у них вплоть до обуви, одежды все, корсеты кожаные, жилеты, штаны того времени или стилизованные. До людей, которые просто любят мастерить. Движение, в котором участвуют тысячи людей. Главное, что это не движение луддитов. Они любили ломать машины. Да, да, это наоборот. Это анти-луддиты, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА